Сказать одну важную вещь, которую нужно сразу понимать, окунаясь в сельское хозяйство. На рынке мы не стоим, с перекупщиками мы не работаем, мы не работали никогда. Зная, как все это, как все эти процессы проходят, я бы сейчас начинала по-другому. Одна корова – это хорошо, но заработать на ней крайне сложно. Отталкивайтесь обязательно от того, как у вас. У нас вот так. Друзья, всем привет! Меня зовут Маша, и вы на канале «Будни фермера». Сегодня я хочу поговорить о доходе с хозяйства, поднять эту достаточно интересную тему. Многие о ней спрашивают, и я хочу сегодня порассуждать насчет этого с точки зрения собственного хозяйства. Ну, как я уже сказала, я сегодня хочу поднять тему доходности с хозяйства. Хочу сегодня рассказать собственную историю, что, по моему мнению, держать выгоднее кого из животных, содержать выгоднее для того, чтобы получать доход со своего хозяйства. Ну, и начну издалека. Хочу рассказать о том, кого, в принципе, мы держали за 6 лет пребывания в деревне. Детально рассказывать о том, кому как выгодно, кого именно содержать, будет достаточно сложно, поскольку мы все-таки должны понимать, что находимся мы все в разных регионах. Цены на корма, цены на ту же скотину, сбыт у нас будет абсолютно разный в зависимости от того, где мы расположены. Многие люди, совершенно не имея опыта, очень многие сейчас хотят переезжать точно так же в деревню, но не могут понять, пытаются спрашивать у всех, со всеми советуются и так же со мной, кого же лучше завести. На корову немногие решаются, потому что это все-таки большое животное, оно требует постоянного внимания к себе, от него не уедешь, все это мы понимаем. Я считаю, что выводы какие-то я могу делать уже, потому что мы животных выращивали как на мясо, так и держим наших коров уже несколько лет и занимаемся молочной продукцией. Проанализировав все наши действия из прошлого, с чего мы вообще начинали, я могу сказать, что, наверное, я, зная, как все эти процессы проходят, я бы сейчас начинала по-другому. Я вам хочу сказать одну важную вещь, которую нужно сразу понимать, окунаясь в сельское хозяйство. Она заключается в том, что есть животные, которые приносят живые деньги, то есть вы ежесуточно можете продавать продукцию, которую они нам дают, ну, точнее, вы получаете каждый день продукт, который в дальнейшем можете продавать каждый день, а есть животные, которые приносят доход достаточно долго, то есть вам нужно какое-то время кормить, ухаживать и ждать того, чтобы зарубить, продать мясо. Мы долгое время растили животных на мясо, у нас находились несколько лет свиньи на откорме, как я рассказала уже в начале. Когда мы сюда переехали, первые наши животные, это были свиньи. Свиней мы выращивали исключительно на откорм. Саша на тот момент работал в Москве, то есть свиньи для нас были скорее под спорьем, чем основным доходом. В дальнейшем Саша уволился с работы. Мы окунулись более серьезно в хозяйство, стали дальше заниматься свиньями, но уже стали сами их разводить. Хочу подчеркнуть то, что на тот момент, когда мы держали свиней, те же вьетнамцы, они были, ну, можно сказать, в диковинку еще. И, можно сказать, разводить их было выгодно. То есть можно было продать поросят. Ну, имело смысл их держать для того, чтобы разводить, не только на мясо. Дальше мы завели мангалицу. Мангалица на тот момент тоже была диковинкой. Я знаю, что на Украине на тот момент она уже была достаточно развита. У нас почти никто не держал мангалицу. Поэтому первых поросят мы купили за 15 тысяч рублей за одного. То есть тогда эта цена считалась вполне адекватной за эту породу. Сейчас мы смотрим тот же Авито ради интереса. Та же мангалица сейчас. Ее спокойно можно купить за тысячу шесть. То есть насколько поменялась ситуация. Ну, и, собственно, мангалицу мы тоже заводили для того, чтобы в дальнейшем разводить эту породу, для того, чтобы в дальнейшем продавать поросят и иметь, собственно, поголовье на откорм, также на разведение в дальнейшем. Видели в этом смысл. То есть по нашим просчетам это должно было стать выгодным для нас. Но время шло. Появлялось все больше людей, кто этим занимается. И мы пришли к тому, что разводить стало свиней наших пород просто невыгодно. Поэтому мы их просто извели. Параллельно со свиньями мы начали заниматься бройлерами. Сами выводили яйца. Сами выращивали большими количествами. То есть у нас постоянно рубились куры на мясо. Спрос был хороший. И в принципе, если говорить про то, какое лучше мясо выращивать, я, наверное, отдам предпочтение все-таки птице бройлером, скорее всего. Потому что из всего количества животных, которых можно выращивать на мясо, бройлер, наверное, самый скороспелый. То есть за два месяца вы получаете уже готовую тушку. По сути, вы получаете мясо, которое вы можете продать. Несколько лет после того, как начали заниматься животными, мы держались только на собственном энтузиазме и только вкладывали деньги в это хозяйство. Особо никакой выгоды для нас это не несло. То есть нам даже сложно было выйти в ноль с этими животными. Я считаю, что все изменилось тогда, когда мы завели коров. Потому что тогда я стала в действительности понимать вот это выражение «живые деньги». В принципе, если говорить о живых деньгах, это, наверное, куры несушки и молочное направление животноводства. Это те животные, которые каждый день дают нам материал, с которым мы можем работать и реализовывать его. То есть на тот момент, когда мы завели корову, мы стали зарабатывать каждый день. По копеечке, по малу, но зарабатывать. Многие люди придерживаются мнения, что на одной корове не проживешь. Тут я, конечно, согласна, потому что корова молоко выдает непостоянно. И в те моменты, когда корова находится в запуске и перегорает молоко, нам из него, к сожалению, сделать трудно что-либо. И продать, в принципе, малое количество. На него тоже так же не проживешь. В тех же городах сейчас очень много магазинов, где, по сути, продают фермерскую продукцию. Конечно, она зачастую таковой не является, но людей это подкупает. И люди, в принципе, начинают рассуждать. Но если у Маши и у Саши, ну, назову так, если у Маши и у Саши сейчас нет молока, ну, ничего страшного, я вот там из дома выйду, куплю. То есть в этом дефицита нет никакого. Люди, не все, гонятся именно за деревенским продуктом. Осуждать тут некого и незачем, потому что в первую очередь человеку нужен продукт каждый день, да. Он должен его есть, ему он нужен. А если мы его не можем обеспечить, тогда мы его просто теряем. Кто-то мне скажет то, что почему можно держать большую стаю уток или там большое стадо бычков или большое количество свиней. Но я опять-таки подчеркну то, что выводы я делаю исключительно из своего опыта. Возможно, для кого-то так и выгодно. Возможно, кто-то немножко по-другому живет, у кого-то немножко другие условия. Просто у нас, например, вот в нашем случае, не получилось так развернуться, чтобы заводить большое количество животных именно на откорм, потому что, во-первых, наш участок находится так, что мы подпираемся со всех сторон участками других людей. И выделить какое-то хотя бы там две сотки для того, чтобы там утки или гуси нормально гуляли, это достаточно проблематично, потому что это порождает большие конфликты. И, в принципе, это неудобно, потому что у нас участок, в принципе, раскидистый, но на каждой точке что-то располагается. То есть отдельно какое-то место выделить достаточно трудно. Многие спрашивают еще про то, кому и как мы продаем нашу молочную продукцию. Ну, у нас, в принципе, клиенты достаточно давно существуют. Они как раз существуют еще с тех времен, когда мы не держали коров, еще когда продавали мясо. В основном это наши друзья, наши знакомые. Опять-таки, сарафанное радио. Кто-то о нас узнал случайно, кто-то кому-то нас посоветовал, кто-то нас нашел в интернете. То есть это исключительно сарафанное радио. На рынке мы не стоим, с перекупщиками мы не работаем, мы не работали никогда. Может быть, кому-то выгодно выращивать большое количество животных и потом быстренько сдавать все это перекупщикам, получать какую-то денежку. Стараемся по выходным выезжать в Москву. Где-то, получается, за 100 километров мы доставляем свои продукты каждому домой. На данный момент за доставки мы денег не берем. Мы всего лишь делаем небольшую наценку на нашу продукцию, поскольку мы все-таки должны оплачивать как-то наш бензин. Но я, конечно, хочу сказать, что я никого не агитирую, заводить обязательно коров, обязательно доить молоко, делать из него какую-то продукцию. Но я просто хочу сказать новичкам, донести до них, что, наверное, проще заработать будет именно так, потому что молоко – это такой замечательный продукт, из которого многое можно приготовить, многим можно заинтересовать своих клиентов, то есть тем, что у вас есть ассортимент, у вас и к вам и проявляется интерес. В принципе, для меня это такой весомый аргумент, потому что я как раз-таки ассортиментом заинтересовываю людей и с радостью всех обеспечиваю. Вот так мы и живем. Ну, в общем, какие я выводы уже могу сделать из собственного опыта? Могу сделать выводы то, что одна корова – это хорошо, но заработать на ней крайне сложно. Две коровы гораздо лучше, с ними уже можно получать какой-то постоянный доход. Молока всегда хватает для того, чтобы всех наших клиентов обеспечить и, соответственно, получать доход с нашего хозяйства. Вот, а на данный момент, уже, как все знают, мы держим коров. Это наше главное направление молочное. Каждый к нам может обратиться, познакомиться и что-либо заказать. Мы всем будем рады. По возможности всех обеспечим. Вот она у нас, красавица, прыгает. Вот. Ну, из мяса, если можно назвать это таким вот серьезным разведением, у нас сейчас содержатся индейки. В принципе, особо долго про них рассказывать я не вижу смысла, потому что, ну, для меня уход за птицей, он более такой простой и заурядный. Из каких-то там серьезных мероприятий мы ничего такого не проводим. Так что индюшек, курочек я вам обязательно покажу, как они у нас зимой содержатся в сарае. Опять-таки покажу, почему не стоит... Ну, точнее, не стоит. Опять-таки покажу, почему мы не хотим содержать их совместно в одном сарае с теми же коровами. В чем неудобство для меня. Всех я хочу, конечно, поздравить с прошедшими праздниками. Выпадаем мы из графика. Не выкладываем часто ролики, потому что... То есть 50% людей сами к нам приезжают, забирают продукцию. Половину, 50% мы обеспечиваем сами, сами доставляем. Так что дел не в проворот. Надеюсь, видео было для вас полезным. Надеюсь, что-то интересное я для вас поведала от себя. Но опять-таки... Опять-таки... Мнение свое я складываю только из личного опыта. Все это может у каждого быть по-другому, потому что условия... Условия жизни у всех разные. И климаты разные, регионы разные, цены разные. То есть отталкивайтесь обязательно от того, как у вас. У нас вот так. У нас выгоднее держать молочных животных. Мой вывод на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока.